Здравствуйте! В эфире программа «История вечной любви». Если ваше сердце неравнодушно к вечной истине, которая записана в Священном Писании, если вы ищете Бога, то добро пожаловать на нашу программу. В 18 часов по киевскому времени каждую пятницу, субботу и воскресенье по 1 декабря мы будем рады встретиться с вами. Во время трансляции этой программы вы, уважаемые зрители, можете задавать вопросы, присылать в адрес нашей программы, пишите и звоните нам на Skype. Номера телефонов вы видите сейчас на своих экранах. Также хочу сказать, что работает сайт нашей программы Love Hope UA и социальные сети Facebook, ВКонтакте, Twitter. Это также канал общения вместе с нами. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальное произведение «Вершина любви» в исполнении Екатерины и Александра Косаковских. Звучит музыкальное произведение Зайди на вершину любви Весь мир на распятой ладони И ржавые гвозди в крови Увидев там сердце застонет Но ты не спеши уходить И настишь открой свою душу Здесь учатся люди любить И ты созерцая послушай Вот тянутся к небу кресты Зачем они здесь на вершине Мокра спят быть я или ты На том, что стоит посредине Но грешников так возлюби От смерти спасти нас желая Наш грех на себя возложи Безгрешный Иисус умирает Он шел на вершину любви Терновым венцом короновым И сбитым лицом все в крови Осмеян, поруган, оплеван И руки раскинут для всех Объятья свои раскрывая Молился прости им и грех И умер нас грешных Спасая Говорят, моя вера слепа Фанатично, безумно, нелепа Как пробитая стадом тропа По которой я следую слепо Говорят, подо мной пустота Разве Бога поддержишь руками? Кто видал воскресенье Христа, но Я вижу, Он жив и Он с нами Но я вижу, как дивно весьма Обозримое оком творение Сколько силы, любви и ума В каждый атом внесло провидение Наконец прозреваю Отца Для которого драгоценен Вижу крест и любовь без конца В изумлении пав на колени Не постигнуть того никому, кто не верит Напрасны старания Если вера слепа, почему Я прозрел под ее одеянием? Тема нашей встречи сегодня, друзья, мифы, искажающие веру И представит эту тему пастор церкви Игорь Корещук Как известно, Остап Бендер Знал 400 сравнительно честных способов Отъема средств у населения Ежедневно Ежедневно в нашем мире Рождаются новые и новые Способы мошенничества Кажется, мы к этому уже привыкли Криминологи утверждают, что В основном те, которые совершают Экономические преступления Это молодые люди От 25 до 45 лет И достаточно образованные Оказывается, образованный ум С необразованным сердцем Может приводить даже к беде Кто из нас не становился Жертвой обмана? Когда тебе вручают Будто бы оригинал Но через месяц Наша обувь или одежда Приходит негодность Может кто-то имеет горький опыт Обмена своих кровных денег Оказывается, тебе подсунули Фальшивую валюту Но это не наибольшая трагедия Которая может случиться с вами И со мною Оказывается, наихудший вид Фальсификации Он в сфере веры Поскольку вера Это то, от чего зависит Наша вечная участь Согласно статистике Сегодня в мире проживает Более 7 миллиардов людей Из которых более 6 миллиардов Считают себя верующими людьми Кажется, вот момент Когда верующие люди должны радоваться И сказать Слава Господу Все-таки верующих людей Больше Но Христос почему-то По-другому относится к этому И говоря о нашем времени Когда число динаминаций Ежедневно увеличивается Он задает риторический вопрос Но Сын Человеческий Придя Найдет ли веру на земле? Мне кажется Что Христос И люди что-то разное понимают Под понятием Настоящая вера Кто-то сказал Что нам труднее всего было бы Перенести такого Бога Которого мы сами себе придумали Поэтому искренние люди Они спрашивают Возможно ли в этом Вообще разобраться Некоторые говорят Я буду как все В этом разобраться невозможно Я думаю вы согласитесь с тем Что наличие фальсификаций Наличие подделок Не говорит об отсутствии оригинала Не так ли? Как раз наоборот Наличие фальсификаций Свидетельствует о существовании подлинника Например Видели ли вы когда-нибудь Подделку купюры номиналом 200 долларов? Кто-то видел? А номиналом 100 долларов Или слышал о такой подделке? Масса! Почему? 200 долларов же больше Выгоднее подделать эту купюру Оказывается Долларов номиналом 200 Не существует Подделывает только то Что существует А значит Наличие подделок Божественной истины Как раз говорит о том Что настоящая Библейская правда Существует И нам ее надо Искать Почему? Почему? Все-таки Статистика неумолимо Говорит о том Что количество Даже христианских Деноминаций Неуклонно растет Неужели так предвидел Бог? Где глубинная причина Этого? Библия Имеет Ответы На духовные вопросы 28 глава Притчи Соломона Второй текст Читаем Когда страна Отступит От закона Тогда много В ней Начальников Библия Отвечает Говоря о том Что Когда страна Отступает От закона Появляется Много лидеров Которые говорят Идите к нам У нас Легче Проще Что-то подобное Случилось И в христианском мире Он Раскололся Именно потому Что Христианская церковь Отступила От божественного Закона В этом Стоит Искать Глубинную причину Конфессиональных Разделений Так Где же Найти эту церковь И возможно ли Может не стоит Искать Если она Затеряна Среди множества За тысячу лет До рождения Христа Бог Дал Обетование Как поддержку Тем Кто искренне Ищет Я хотел бы Его зачитать 24 Псалом 12 Текст Кто Есть человек Боящийся Господа Ему Укажет Он Путь Который Избрать Бог Говорит Если человек Действительно В нашем переводе Написано Боится Господа В оригинале Яре Это Благоговеть Это бояться Обидеть Это глубокое Уважение Если человек Действительно Уважает И любит Бога Бог Откроет Ему Путь Который Избрать Прошло Тысячу Лет С того Времени Давида Приходит Христос И повторяет Нечто Подобное В Евангелии От Иоанна 7 17 Читаем Такие Слова Он Нечто Добавляет Важное Кто Сможет Найти Библейскую Истину Кто Хочет Творить Волю Его Тот Узнает О всем Учении От Бога Очень важный Момент Бог Говорит Я готов Открыть Истину Но Не тем Кто Просто Ради Праздного Любопытства Хочет Расширить Свой Кругозор Не тем А кому Там Употреблен Глагол Пео Творить Волю Божью Кто Хочет Серьезно Последовать За Господом Тем Божественная Истина Обязательно Откроется Поэтому Знать Нечто О подделках Веры Мы должны Конечно же Их тысячи Всех Перечислить И даже Назвать Наименовать Невозможно Но хотя бы Самые Распространенные Из них Наша тема Сегодня Мифы Искажающие Веру Миф первый У меня Своя Вера Есть люди Которые Восклицают А разве У Господа Одна Истина У каждого Своя Правда У каждого Своя Может Действительно Разные Верования Это просто Разные Пути Ведущие К одному И тому же Богу Сегодня Очень Популярно Учение Релитивизма Относительности Всего Поэтому Люди Приходя К Богу Они Также Начинают Верить В то Что Все Относительно Истина Относительное Понятие Закон Относительное Понятие Вера Также Относительное Понятие Но Друзья Мои Как бы Людям Не хотелось В это Верить Но Бог Категоричен Это Может Многим Не понравится Но Сам Бог Говорит Об этом Послание К Ефесян Мы читаем Один Господь Одна Вера Одно Крещение Как Един Господь Так И Истинная Вера У Бога Одна Иначе Если бы У Бога Была Такая Позиция Что У каждого Своя Вера То Сегодня Было бы В мире Свыше Семи Миллиардов Динаминаций Каждому По одной Церкви Которую Только Он Посещает И Больше Никто Сегодня Во многих Христианских И нехристианских Динаминациях Конфессиях Составляют список Смертных грехов Но Бог Имеет Свою Позицию О том Что Является Корнем Греха Самым тяжелым Грехом От которого Все остальные Появляются Это настолько Тяжелый грех Что даже Христос Умер Именно За этот Грех В Мессианском Псалме Простите В 56 Главе Исаии Мы читаем Очень важный Текст Который Говорит О каком Именно Грехе За какой Именно Грех Умер Христос Все мы Блуждали Как овцы Совратились Каждый На свою Дорогу И Господь Возложил На него Грехи Всех Нас Оказывается Что Блуждание Даже Слово Заблуждение От слова Блуждать Уходить С пути Даже Если Всего На Несколько Сантиметров Вы уклонились От угла Через Несколько Километров Вы окажетесь Совершенно В противоположном Месте То что Сегодня Кажется Незначительной Мелочью Может Привести К тому Что человек Уходит Все далее И далее От Бога В данном Тексте Четко И ясно Бог говорит О том Что самый Большой Грех Это Каждый Сошел На свою Дорогу Каждый Ищет Своего Каждый Божье Считает Чем-то Второстепенным Мелочью А свой Принцип Важным Мне когда-то Вспоминается Интервью С Виталием Кличком Который Сказал Такие Слова Что Великие Победы Они Состоят Из Суммы Мелочей Иногда То Что Кажется Второстепенным И мелочу Приводит К великим Победам Это Тем более Верно В религиозной Сфере Второй Миф Самодостаточность Искренности Верия То есть Проще говоря Многие говорят Главное Искренно верить А во что Ты веришь Для Бога Не важно Конечно же Искренность Чрезвычайно Важна Поскольку Без искренности Невозможно Построить Отношения Но Достаточно Ли Одной Искренности Вспоминается История Когда Древние Императоры Очень Верили Своим Виночерпием Поварам А те Однажды Поддавшись Искушению И большому Гонорару Подсыпали Яд В пищу Или В питье Случался Переворот Его Искренняя Вера Не Уберегла Его От Отравления Даже Сегодня Когда вы Приходите На ЖД вокзал То Я не думаю Что вы В любую Электричку Садитесь И искренне Верите Что до Киева Доедете Тут Искренности Чуток Маловато Надо Расспросить Туда ли Вообще Электричка Отправляется Поэтому Несмотря На важность Искренности Чрезвычайную Важность Ее маловато Поскольку Искренность Не может Заблуждение Превратить В истину Не может Этого сделать Поэтому Человек Может Искренне Идти в погибель Сам И вести Других Даже наличие В каждой Конфессии Искренних Людей Не говорит О Истинности Веры Этой Конфессии Даже Мученическая Смерть Она не может Превратить Заблуждение В правду Даже если Человек Умирает За эту Идею Когда-то Французский Мыслитель Жан-Жак Руссо Заметил Люди Заблуждаются Не столько Потому что Не знают Но потому что Считают Себя Знающими Поэтому Пока человек Говорит Я расту И открыт Для новых Познаний Мы должны Понять Что Бог Заинтересован В том Чтобы мы Как искренние Христиане Могли Познать Больше И вот тогда Наступает Момент Когда Бог Открывает Нам больше Что я сделаю С этим Знанием Если я Пойду Навстречу Богу Тогда моя Вера Искренна Если же Я Начну Искать Оправдания Чтобы остаться На старом Пути Поскольку Он легче Удобнее Комфортнее Не надо От многого Отказываться Моя вера Перестает Быть Искренней Третий Миф Спасающая Вера Родителей Мы не Говорим О том Что Родительская Вера Заведомо Является Неправильной Но Библия Выступает Против Слепой Веры Против Веры По инерции Веры Которая Как будто Бо Генетически Передается Кто-то Правильно Сказал Что У Бога Нет Внуков У него Есть Только Дети А значит Только Мой Личный Выбор Можем Мы Сделать Или в сторону Веры Или в сторону Неверия В городе Киеве Есть Национальный Музей Архитектуры И быта Украины В народе Называемый Пирогово На 150 Гектарах Этого Музея Расположены Древние Экспонаты Со всей Украины Ты как будто Попадаешь В мир Прошлых Веков Старинные Избушки Под соломой Тулупы Лапти И другая Утварь Старины Все это Очень интересно В познавательных Целях Но разрешите Вас спросить Кто из Вас Сегодня Пришел сюда В тяжелом Тулупе Пусть сегодня Погода не располагает Но кто планирует Это сделать Через месяц Или полтора Кто из Вас Пришел сюда В лаптях Вместо Удобных Ботинок Кто из нас Живет В глиняном домике Под соломенной Крышей Мы говорим Это же история Это наше Прошлое Благодаря Новым Знаниям Новым Открытиям Мы сегодня Пользуемся Этими открытиями На благо Своей семьи Но только Тогда Когда Касается Вопроса Веры Мы говорим Я готов Закрыть глаза И быть Как мои Родители Но давайте Честно Спросим Себя Следующее Имели ли Наши родители Такой же Доступ К священному Писанию Как мы Сегодня Когда Например В Советском Союзе Было Запрещено Печать Библии А Библия Завезенная За рубежа Считалась Контрабандой Что Знали Наши Родители И что Знаем Сегодня мы Когда Библия Доступна Для Самой Бедной Семьи Подумаем О Материальной Плоскости Разве Дети Например Бедных Родителей Они Хотят Оставаться Бедными Разве Дети Неграмотных Родителей Они Игнорируют Обучение Нет Конечно И только Когда Касается Вопрос Веры Многие Люди Говорят Мы Просто Автоматически Будем Как Наши Родители Неужели Их Незнание Наших Родителей Которые Действительно Не знали И не имели Доступа Оно Оправдает Нашу Сознательную Слепоту Когда Мы Не хотим Видеть Подобно Тому Как мы Сегодня Хотим Иметь Лучший Дом Лучшую Машину Лучший Быт Это Нормально Также Мы Сегодня Должны Стремиться К чему-то Более Высокому Лучшей Вере Лучшему Богопознанию Потому что Небесный Отец Достоин Того Чтобы мы Лучше Знали Что-то О нем И его Лично Поэтому Если вы Услышите Точку зрения О том Что Библия Это только Книга Для ученых Мужей Не верьте Этому Поскольку Сам Иисус В известном Тексте Говорит Исследуйте Писание Обращаясь Ко всему Народу Исследуйте Поскольку От этого Зависит Ваша Вечная Жизнь Следует ли Вернемся К вопросу Слепо Доверять Религии Родителей Что об этом Говорит Сам Бог Не важна Точка зрения Людей Важно Как Бог Относится К этому Несколько Библейских Текстов Захарии Первая Глава Четвертый Текст Бог Говорит Не будьте Такими Как Отцы Ваши Которым Взывали Прежде Бывшие Пророки Но Они Не Слушались И Не Внимали Мне Говорит Господь И еще Один Текст Иезекииля 20 18 И Говорил Я Это Прямая Речь Бога Сыновьями В пустыне Не Ходите По Правилам Отцов Ваших И Не Соблюдайте Установление Их И Не Оскверняйте Себя Идолами Их Оказывается Священное Писание Говорит Если Наши Родители Несознательно Или Преднамеренно Не хотели Принять Истину Мы Не Должны Следовать За Ними Не Должны Украинский Писатель Иосиф Маковей Писал Мы Оказываем Своим Предкам Достаточный Почет Не Слепо Следуя Тому Что Они Делали В тех Условиях А совершая То Что Они Делали Бы При Нынешних Знаниях Очень Мудрая Мысль То есть Если бы У них Был Доступ К информации К Священному Писанию Как Как У нас Не Последовали Бы Они Новому Свету Священное Писание Утверждает О том Что Многие Люди Со всех Концов Земли В свое Время Признают Печальный Факт Еремии 16 Глава К тебе Придут Народы От краев Земли И скажут Только Ложно Следовали Наши Отцы Пустоту То В чем Нет Никакой Пользы Так Можно ли Менять Веру Родителей Миллионы Людей Скажут Нет Ни в коем Случае Я их Не осуждаю Но давайте Разберемся Глубже В этом Вопросе Поскольку Священное Писание Дает Некоторые Моменты И принципы Которые Могут Натолкнуть Нас На правильный Ответ Библейская История Зарождение Христианства Интересно Что Одним Из первых Кого Тогда И сегодня Люди Назвали бы Предателем Веры Отцов Оказался бы В этом списке Как вы думаете Кто Иисус Христос Может Вы шокированы Несколько Слов Об этом Я думаю Никто Не станет Утверждать Что Христос Родился В порядочной Христианской Семье Хотя Он был Богочеловеком Но Воплоти Воплоти Он Родился В юдейской Культуре В юдейской Религии Факт Остается Фактом Он Изменил Вере В которой Родился Следующими В кавычках Изменниками В списке Окажутся Апостолы Которые Которые Также Родились В еврейских Семьях Но Они Продолжили Начатое Самим Христом Позже Они К этому Же К измене Вере Родители Призывали И язычников Говоря Отвернитесь От тех Богов Примите Настоящего Бога Который Сотворил Небо Землю И вас Самих Позвольте Привести Более Близкий Нам Пример Сегодня Очень Модно Говорить Что Нужно Принимать И оставаться В Вере Прародителей Но Есть Исторический Факт Когда Мы Проживающие На территории Древней Скифии По Своему Верованию Были Кем Язычниками Поэтому Призыв Мы Должны Следовать Вере Родителей Он Приблизительно Означал бы Следующее Возвратитесь К Перуну Дождь Богу Сварову Богине Ляде Поклоняйтесь Им Неужели Мы Не восхищаемся Нашими Прародителями Которые Имели Мужество Сказать Мы Ошибались Мы Нашли Лучший Путь Когда-то Мари Дебоса Герцогиня Диана Сказала Нужно Быть Очень Верующим Человеком Чтобы Сменить Религию Это Правда Ей Вторит Цицерон Каждому Человеку Свойственно Ошибаться Но Упрямствовать Заблуждение Свойственно Только Невежда Признать Же Ошибку Способны Лишь Мыслящие Люди Итак Вера Родителей Не является Заведомо Ложной Но Каждый Должен Проверить Истинной Ли является Вера Моих Родителей И только Тогда Следовать Ей Четвертое Заблуждение Четвертый Миф Относительно Веры Неизменная Правота Веры Большинства Большинство Право Одну Четырехлетнюю Девочку Отец Укорил Что ж ты Машенька Это сделала Разве Ты не знала Что это Неправильно Но Она имела Своё Алиби И оправдание И она сказала Я так сделала Потому что Так делали Все И тогда Отец спросил А зачем тебе Тогда голова Он получил Достаточно Неожиданный Ответ Она сказала Мне нужна Голова Потому что Я туда Ем Я недавно Прочитал о том Что таракан Без головы Может прожить Девять дней И потом Умирает Умирает От голода Он тоже Туда ест Но Мы понимаем Что когда Бог дал Голову Разумному Человеку То он должен Использовать Эту голову Не только Для Этой Цели Многие люди Особенно На постсоветском Пространстве Они заражены Одной идеей Что о нас Подумают Люди Когда-то В разгар Скандала Спросили Уже Экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер О Хиллари Клинтон Что вы думаете О Хиллари Клинтон Она ответила Я о ней Не думаю Насколько Изменилась бы Наша жизнь Если бы мы Осознали Эту аксиому Как мало Другие О нас Думают Многие Сегодня В Нашем мире Маркетологи Социологи Психологи Работают над Одним важным Моментом Это Составление Общественного Мнения Они работают Над тем Чтобы как-то Подтолкнуть Общественное Мнение К нужным Результатам Они прекрасно Знают о том Что обмануть Толпу Намного легче Чем обмануть Одного человека И потом Этим большинством Давят нас Говоря Вы что Против всех Все же Думают Так Они понимают Чем больше Будет голосов В пользу Заблуждения Тем труднее Будет приблизиться К истине Согласно Библейским Моментам Если мы Рассмотрим Историю Может ли Большинство Ошибаться Скажите Пожалуйста Посмотрите Пожалуйста На допотопный Мир Миллионы Людей Сколько Людей Спаслось Восемь Душ Посмотрите Пожалуйста На Содом И Гоморру Многотысячные Города Сколько Спаслось Со Времени Как грех Начал распространяться На нашей земле Никогда Не будет Времени Чтобы Истинные Последователи Были В большинстве На земле Даже О Христе Совершеннейшем Из самых Совершенных Вы думаете Была одна Точка зрения О его Деятельности Евангелие От Иоанна Читаем И было много Толков О нем В народе Одни говорили Он добр А другие Говорили Нет Он обольщает Народ Употреблено Слово Плана Которое Означает Буквально Уводить В сторону Сбивать С пути Креста Обвиняли И говорили Нашей религии От Авраама Уже Две тысячи Лет А ты Пришел Тридцать лет От роду И начинаешь Нас учить Мы знаем Во что Верить Подобные Обвинения И сегодня Многие Слышат Помните Большинство Может ошибаться Иначе Если по большинству Судить Об истинности Мы Запутаемся Поскольку Если бы Мы родились С вами В Афганистане Мы обречены Были бы быть Мусульманам Если в Индии Индуистам Если в Японии Синтоистам Если в Китае Конфуцианцам Если в Испании Католикам Если в России И в Украине Тут есть Больше выбора Вы можете Быть атеистами Можете верить В веру Прародителей Языческую И в зависимости От территории Где Главенствующая Религия Иная Вы В зависимости Если живете Во Львовской Тернопольской Областях Будет Одна вера Большинства А в Киевской И немногие Находят их Вы слышите? Те, которые Идут широкой Дорогой Их большинство Поэтому Большинство Это еще Не определитель Истины Наоборот В Ветхом Завете Бог говорил К своему народу И говорит к нам Не следуй За большинством На зло И не решайте Аж бы Отступая По большинству От правды Поэтому Это нелегкий Выбор Не только На уровне Прихожан И рядовых Членов Церкви А и на уровне Лидеров Когда-то Стефан Горчинский Известный Польский писатель Сказал Следующее Религия Которая Не идет На компромиссы Не может Быть всенародной Религия Которая Идет На компромиссы Не может Быть священной Поэтому Каждая Конфессия Стоит на распуте Быть популярными Уважаемыми Или остаться Священными Но остаться В меньшинстве Помните о том Что истина Это не то О чем договорились Большинство людей Считать за истину Истина Не перестает Быть ею Даже если Большинство В нее не верят Помните Были в свое время Верования Что земля трехугольная Четырехугольная От этого Она свою Круглую форму Не поменяла Поэтому Сделаем вывод Не делай Выводов Об истинности Веры По Искренности Отдельных Ее последователей По вере Родителей По вере Большинства Или вере Влиятельных Людей Что же Является Тогда Определяющим Я хотел бы Зачитать Два текста В Евангелии От Марка Христос Говорит Имейте Веру Божью То есть Это вера Которая Не зиждется На человеческих Предписаниях А на Божьем Повелении И второе Это то Что касается Церкви Последнего Времени Она имеет Три характеристики Откровение 14-12 Здесь Терпение Святых Соблюдающих Заповеди Божьи И веру Иисуса Поэтому Божьей Церкви Должно быть Свойственно Три момента Хипомане Стойкость Терпения В отстаивании Истины Она должна Придерживаться Божьих Заповедей Не игнорируя Ни одну из них И наконец Она должна Иметь Веру Иисуса Это так просто То во что Верил Иисус Следовать За этим 13 декабря 2010 года Средства Массовой Информации Распространили Интересную историю Чудо Произошло В китайском Городе Сяньян Четырехлетний Мальчуган Приехал с мамой Посетить отца Который работал В другом городе Родители Разговорившись Не заметили Что мальчика нет Но когда кинулись Его уже нигде Не было Они даже Не предполагали Что пройдет Три десятилетия Пока Пройдет Масштабная Компания Против торговли Людьми И найдут Тридцати Четырехлетнего Уже Мужчину Следствие Установило Что этот Молодой Мужчина Четыре раза Перепродавался Даже Один раз Всего за Сорок пять Долларов Его продавали Как животные Родители Не узнали Своего сына И только Тест ДНК Показал Действительно Это ваш Родной Сын Большую часть Жизни Он прожил Под другим Именем В рабстве Ровно Тридцать лет Тому назад Похищенный Сын Возвращен Родителям Дорогие друзья Нас За бесценок Продавали Многие Иногда Даже самые Близкие Но Небесный Отец Он Заинтересован В том Чтобы мы Освободились От рабства Когда-то Блэс Паскаль Сказал Бог Который Создал Нас Без нас Не может Спасти Нас Без нас Поэтому Я приглашаю Вас Пожалуйста Доверьтесь Богу Потому что Когда вы Полюбите Бога Он Посеет В вашем Сердце Ростки Настоящей Веры И это Будет Прекрасное Средство От любых Фальсификаций И от Любого Обмана Пусть Бог Ведет Вас В этом Мне есть За что Благодарить Творца Он снял Греховную Греховную Проказу И пусть Теперь Польется Без Конца Хвала Ему В поэмах И Рассказах Вот Почему Мне Хочется Любить Его Сильней И 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 Он Мне Купил Небесное Жилище Душа Взывать К 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 Сила Ведь Он Один Мне Руку Подает Ведь Он Один Прибежище Сила Вот Почему Мне Хочется Любить Его Сильней И И И И И чай Б Pas Не есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет, Душа поет небесным отголоском. Придет в мой дом, я ноги обниму Того, Кто умеет на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить Его сильней и искренней, и чище. Не есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить, Его сильней и искренней, и чище. Нет, не есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Не есть за что Благодарить Творца, Он снял с меня греховную проказу. И пусть теперь польется без конца, Хвала ему в поэмах и рассказах. История вечной любви. Наглядная картина плана спасения была раскрыта самим Богом в земном святилище. Изучение этой темы приближает нас к престолу Всевышнего и ведет к более глубоким взаимоотношениям со Спасителем. Исследуйте этот вопрос вместе с Мартином Пробслом, автором пособия по изучению Библии. В программе «Уроки святилища» на телеканале «Надия». Благодарны вам, уважаемые зрители, за те вопросы, которые вы прислали в адрес нашей программы. Продолжайте писать и звонить нам, а мы начинаем беседу с пастором. Ваша тема очень интересная, Игорь, и мы получили достаточное количество вопросов. Хотел бы задать первый из них. Бог будет судить нас, смотря на нашу искренность в вере, или Царство Небесное дается по принадлежности какой-либо Церкви? Очень интересный вопрос. Вы знаете, я вместо «союза или» поставил бы «союз и», поскольку нельзя противопоставлять эти две вещи – искренность и принадлежность Божьей Церкви, поскольку каждая из них имеет свое функциональное назначение. Мы говорили о том, что искренность, хотя она сама по себе не спасает, но без нее спасение невозможно, поскольку строятся отношения именно на искренность. С другой стороны, принадлежность к Божьей Церкви очень важна, потому что в Священном Писании много раз говорится о том, что Христос возвращается именно за Церковью, поэтому мне нужно быть частью ее. Но тут есть одна оговорка. Просто номинальная принадлежность к Церкви еще не говорит о том, что я буду спасен. Ну, знаете, по этому вопросу мы получили еще достаточное количество вопросов, потому что, когда мы говорим об искренности, о принадлежности, следующий вопрос таков. Можно ли просто верить в Бога, при этом не ходить ни в какую церковь, и быть спасенным Христом? Валерий, город Москва. Я, Валерию, хотел бы ответить, возможно, такой параллелью. Поверил бы ли он девушке, если бы она сказала, я тебя настолько сильно люблю, что никогда замуж за тебя не выйду. Фактически, принадлежность к Церкви – это мое публичное обещание. Я хочу быть со Христом. Я хочу быть с Ним. Он мой жених, кстати, в Священном Писании много. Есть образов, которые говорят о том, что союз между мужем и женой, он взят именно из образа союза Церкви и Христа. Даже в Новом Завете есть такое, что обручу тебя. Поэтому принадлежность к Церкви как раз говорит о том, насколько мы действительно любим Христа. То есть человек обязательно должен принадлежать к какой-либо Церкви. Конечно, потому что Христос не ошибся, когда Он сказал, я создам Церковь мою, и написано в деяниях, Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. То есть Бог понимал, что люди сами по себе выжить навряд ли смогут. Им кроме общения с Богом, нужно общение с теми, которые же идут в том же направлении. Присоединение к Церкви – это присоединение к Его невесте, за которой Он возвращается. Спасибо. Ольга написала такой короткий, но очень емкий вопрос. С чего начинается настоящая вера? Хорошая песня есть «С чего начинается Родина». Да, с картинки в твоем букваре. А вот с чего начинается настоящая вера? Хотя мы как-то говорили, вообще нет понятия настоящая, есть просто вера. Но может быть, потому что сегодня много обмана, и люди спрашивают, так с чего начинается настоящая вера? Настоящая вера, она начинается с того, кому мы более всего готовы прислушаться, кто для нас более авторитетен. В Священном Писании есть такие слова, в Римлян 10, 10 главе написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть человек всегда будет выбирать, к чему и кому более прислушаться, к Божьим словам или к человеческим. В зависимости от этого у него будет настоящая вера или человеческая вера. Я хотел бы зачитать вопросы, которые мы получили уже по скайпу. Сейчас я постараюсь выбрать один из этих вопросов. Но вот Павел написал, следуя логике, что быт меняется, общество развивается, техника совершенствуется, то вера родителей к нашей эпохе тоже не совсем подходит. Но разве веру нужно постоянно модернизировать? Ее модернизировать не надо. Она чем древнее, тем лучше. Но в своей теме я акцент делал на следующем, на слепом доверии вере родителей. То есть, если вы убедились, если вы открыли Священное Писание и убедились, что ваши родители верили правильно, слава Богу, вам повезло родиться в нормальной христианской семье. Но если нет, тогда стоит нечто изменить в своей жизни. Вот как раз, наверное, и вопрос, потому что вы сейчас сказали. Интересно, Бог не покарает меня, если я осознаю, что родители мои неправильно чтили Бога, и я сегодня не хочу ходить в их церковь. Так Бог покарает или нет за это? Мне кажется, что акцент в данном вопросе не столько покарает, как в их церкви. От вопроса веет какой-то обидой человека на родителей, и он через это не хочет быть частью церкви. Вы знаете, очень важный момент – не приходить в церковь и не уходить с церкви из-за людей, поскольку написано, что церковь – это не их церковь, или Христова, или не принадлежащая Ему. А в отношении, если ты действительно разобрался в том, что родители, например, искренне ошибались, не имея информации, то это не является грехом. Ну, если уж мы коснулись вопроса правильной церкви или ложной церкви, давайте мы сейчас посмотрим видеоролик, интервью, где мы задали на гостям и жителям города Киева такой вопрос. Как вы относитесь к разнообразию церквей в Украине? Давайте посмотрим, как ответили. Положительно отношусь. Я считаю, что в демократических обществах и правовых государствах это нормальный процесс. Каждый человек по своей сути имеют право на свое вероисповедование в полном объеме. То, что прописано Конституцией, законами и всем остальным. Позитивно, мабуть, хай развиваются, потому что для украины это, мабуть, ну, майбуте, развитие. Ну, я считаю, что в Украине должно быть две, ну, три максимума вероисповеданий. Я скажу так, в принципе, в Киеве, как матери городов русских, должна быть одна традиционная церковь. Вера в Бога тут не має, разділювати людей. Вона напокі має їх об'єднувати, їх має поєднувати, робити одне ціло, і має бути віра в Бога. Бог один, понимаєте, один. А то вже як я там направлені, я... Мы видим, как люди по-разному отвечали на этот вопрос. Действительно, ну, кто-то сказал, достаточно двух или трех. Хорошо, чтобы много их было, или хорошо, чтобы их было как можно меньше? Я читал статистику, что примерно в христианстве примерно тысячу направлений и груп. Возникает вопрос, действительно, это хорошо, что их много, или это плохо для человека, который вообще не может определиться, в какую церковь пойти? С одной стороны, это плохо, потому что легко заблудиться. С другой стороны, Христос говорит, что если ты искренне ищешь, то это хорошо, потому что Божью церковь найдут настоящие искатели, которые действительно хотят найти, а не просто ищут выгоды, или где легче, а действительно ищут неподделанную библейскую правду, такой, как она и есть. Следующий вопрос, который я хотел бы задать вам, что такое христианская конфессия, динаминация? Вы часто употребляли это слово, конфессия, много христианской конфессии, логичный вопрос. Фактически, я начну со слова не конфессия, а динаминация, это фактически финансовый термин. Но позже он в истории перекочевал и в религиозную сферу. Часто эти слова являются взаимозаменяемыми. Фактически, динаминация переводится с латинского, если я не ошибаюсь, это наименование. То есть это что-то, что объединяет людей под одной вывеской. А конфессия – это уже более религиозный термин исповедание. То есть, когда человек имеет другое исповедание и сознательно отделяется, чтобы следовать ему. Поэтому понятия синонимические. Хорошо. Может быть, в контексте того, о чем мы говорили чуть раньше, опять же, такой вопрос Иван нам прислал. Есть ли такое многообразие христианские конфессии? Не стоит ли прийти к одной конкретной, чтобы христианство было единым целым? Вообще, вот такая идея, она все больше и больше слышима сегодня в обществе и в религиозной мире. Хотелось бы, говорят о том, чтобы был один какой-то определенный духовный лидер, который взял бы под свою опеку все христианские конфессии, если мы говорим о христианстве. И вот тогда бы не было вот этих междоусобиц, даже распри определенных. Все люди бы ходили только в одну определенную церковь. Всем было бы от этого хорошо. Как и все в этом мире, нет ничего идеального и нельзя на этот вопрос ответить однозначно. С одной стороны, это мечта Христа. Поскольку, когда он должен был идти на голговские страдания, в 17 главе Иоанна мы читаем, дабы они были едины. Это мечта Христа. Но с другой стороны, вокруг кого и вокруг чего мы объединяемся. Сегодня есть экуменические движения, другие объединяющие движения, но они более настаивают на том, что объединение, оно должно подразумевать, когда человек игнорирует библейскую истину. То есть, верь себе по-разному, но входив в одно объединение. Христос же хочет объединить своих последователей вокруг своей библейской истины, о которой мы читали, что она едина. Спасибо. Интересный вопрос. Инна нам его прислала. Нас часто пугают сектами. Каких сект не стоит нам бояться? Не стоит. Не стоит бояться. Каких не стоит? Ну, сегодня благодаря средствам массовой информации всех сект боятся, как страшных людей. То есть, маньяк, который убил кого-то, называют сектантом. И людей христианских динаминаций также именуют сектантами. Все перемешали в терминологии. Хотел бы сказать о том, что вообще секта это латинское слово, которое означает «отрезать что-то». И оно сначала обозначало просто любую группу, любую партию, которая отрезалась от общества для какой-то особой цели. Но позже, конечно, секта, она обрела более такое религиозное значение, когда какая-то религиозная группа отделяется от господствующей церкви. Так вот, интересный момент. В разных странах господствующие церкви разные, а значит, где-то католики, сектанты, потому что они отделились, где-то православные сектанты, где-то адвентисты, где-то баптисты, то есть там, где они представляют меньшинство. Но я хотел бы возвратить нас к библейскому пониманию секты. В библейском языке слово хайресис означает одновременно и ересь лжеучения, и секта. Поэтому библейским языком... То есть секта это можно сказать, что это учение, да? Фактически библейским языком ересь, то есть секта является та церковь, которая исповедует лжеучение по отношению к Библии. Вот это настоящий сектант. Это библейское определение. Хорошо, я хотел бы зачитать вопрос. Александр прислал нам его по скайпу. Вы привели текст из книги пророка Исаии, 53 глава, 6 текст «Все мы блуждали как овцы». Вот это относится ко всему миру или только к еврейскому народу? Это относится ко всему миру, поскольку 53 глава Исаии это мессианская глава, а Христос пришел, чтобы спасти всех. Поэтому это касается не только Израиля, но всех народов, ради которых Христос умер. И он же еще задал следующий вопрос. И слова «грехи всех нас» это какие грехи? Раскаянные или все? В теории все. Но Христос возьмет на себя только те грехи, которые человек отдает ему, то есть исповеданные. Хорошо, следующий вопрос. Если существует вражда между верующими, то как определить, кто прав? Это очень серьезный вопрос. Многие люди, когда ищут истину, они задаются этим вопросом. Ответ очень прост. Вы никогда не разберетесь в вопросах истины, когда будете просто слушать проповедников. В Деянии апостолов, извините, есть текст, что верийцы даже апостолу Павлу на слово не доверяли, а пришедшие домой открывали Библию, точно ли это так? Поэтому мой единственный совет вам это не верить никому на слово, а с молитвой исследовать, точно ли это так. Только тогда вы сможете найти истину. В противном случае, слушая разных людей, вы не сможете никогда избрать правду и найти ее. Может быть, это можно читать репликой. Те, кто впитал веру от рождения с молоком матери и попытается ей изменить, пусть не забывает об анафеме. Пусть не забывает. Так пусть не забывает? Пусть не забывает. С одной стороны, пусть не забывает, что есть анафема земная, и с другой стороны, пусть не забывает, что худшая анафема это произнесенная из уст Божьих. Пусть боится более той анафемы, нежели анафемы большинства. Ну а вообще, действительно, начало рождения веры, оно начинается что, с молоком матери, либо, вот мы видим, что люди по-разному относятся к тому, с какого возраста приводить детей в церковь. Вера начинается с молоком матери, либо вера начинается, когда человек сам повзрослев, осознанно понимает, есть ли Бог, что я вижу вокруг, и почему я сегодня могу доверять Богу. С какого возраста начинается вера человека? Это очень индивидуально. Конечно же, благословение, когда дитя рождается в христианской семье, потому что с детства он слышит молитвы, с детства он читает детскую Библию, с детства его приводят в храм еженедельно, поэтому это благословение. Но наступает момент, когда человек должен избрать сам. Следовать ли ему тому пути, куда его водили с детства, или избрать свой собственный путь? Но ребенка нужно с детства водить в церковь, то есть вот это элементы веры, они прививаются действительно на самого матери? и не только водить, потому что для многих водить это еженедельно совершать какой-то акт, а Священное Писание говорит, когда ты идешь по дороге, когда ты ложишься, когда ты встаешь, перевивай библейские принципы веры своему ребенку, только тогда он изберет истинный путь. Спасибо, следующий вопрос, могут ли быть веры элементы насилия, заставить верить по-своему, это по-христиански? Ведь мы, если посмотрим на историю, мы видим, что часто вера как раз приносилась на штыках, можно так сказать, с копьем, с мечом, с огнем, заставить верить, это хорошо, могут ли быть действительно в вере элементы насилия? Человек не понимает, не хочет принимать, но нужно применить какую-то определенную силу для того, чтобы человек поверил. Искаженные понятия о Боге приводят к искаженным методам благовествования. Никогда даже всемогущий Бог, который может все, он никогда насилием не занимается. Всегда в Священном Писании, Ветхого Завета мы читаем и в Новом также, я предлагаю тебе. Всегда это предложение, которое ты можешь отвергнуть или принять. И если всемогущий Бог не разрешает себе силою насаждать веру, то тем более и людям это право не дано. Игорь, наверное, последний вопрос по скайпу Татьяна задает. Нам такой вопрос, какая церковь считает себя правильной, какие есть критерии, чтобы найти истинную церкви? Вы говорили об этом, если можно коротко, несколько пунктов. Настоящий, как найти истинную церковь? Какие критерии? Фактически в Священном Писании они есть и мне нечего добавить, просто констатировать факт. В книге Апокалипсис, Откровение, Святых, заповеди Божьи, вера Иисуса. То есть стойкость в вере, независимо от того, что думает большинство, все десять Божьих заповедей церковь должна исповедать не только теоретически, но учить этому членам церкви и вера Иисуса. То есть следовать не вере большинства, не вере родительской, а так, как верил и учил Спаситель Христос. Вот по этим критериям и искать Божью церковь. И вы не ошибетесь. Игорь, я хочу поблагодарить вас за ваше представление этой темы, а также за ответы на те вопросы, которые прислали наши зрители. Богу слава. Давайте посмотрим, уважаемые зрители, на Библию, которая проливает свет на то, в чем заключается истинная вера. Апостол Павел, посланник к римлянам, 10 глава, пишет следующее. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению». Но, безусловно, веровать сердцем это нечто большее, прежде чем мы говорим, что определенные люди имеют убеждение или люди просто соглашаются с истиной. Это ревностная настоящая вера, когда сердце наполнено любовью и когда ты можешь очищаться, когда прикасаешься к этому удивительному слову. Поэтому нам необходимо изучать Священное Писание, читать эту удивительную книгу для того, чтобы понять свое предназначение в жизни и понять, в какую церковь сегодня мне идти, чтобы я не оказался таким человеком, который потерпит поражение в своей жизни, когда Христос придет во второй раз на эту землю. Мы вновь готовы зачитать несколько молитвенных просьб, которые поступили в адрес нашей программы. Анатолий Изабухов просит молиться за Даниила, ему 6 лет, он сейчас в реанимации, у него воспаление головного мозга. Наталья из Симферополя просит молиться за свое здоровье, у нее сахарный диабет, за Владислава, чтобы избежал операции, за исцеление внучки от заикания. Просьба помолиться за Галину, у которой рассеянный склероз. Мария просит молиться за Тимофея, ему полтора года, проблема с сердцем, если есть воля Божия, чтобы обойтись без операции. Екатерина из Бреслава просит молиться за свое здоровье, высокое давление, еще много-много молитвенных просьб. Мы обратимся к нашему небесному отцу в молитве, чтобы он услышал нас от земли. небесный отец, во имя Твое мы взываем к Тебе и благодарны за этот вечер, когда могли открыть слово Твое. Береги, Господи, нас от разных мифов и заблуждений. Откройся нам, чтобы мы увидели веру такой, каковой она является в Иисусе. Благослови, Господи, всех, кто пришел в этот храм поклониться Тебе. Благослови тех, кто сегодня у экранов телевизора смотрит и молится вместе с нами. Благослови тех, Господи, которые вопьют к Тебе о болезнях, о переживаниях, о депрессиях и о духовных борениях. Услышь их, Господи, и переведи их к Царствию Твоему. Мы верим Тебе, Господи, веди нас во имя Иисуса Господа, просим об этом. Аминь. Аминь. Уважаемые зрители, мы благодарны вам, что вы сегодня были вместе с нами на программе «История вечной любви». Не забудьте, завтра в 18 часов по киевскому времени мы вновь желаем встретиться вместе с вами. Будет новая тема «Небо на земле», поэтому, пожалуйста, не пропустите эту тему. Приглашайте своих друзей, знакомых на эту программу для того, чтобы вы действительно могли разобраться в вопросах истинной, чтобы добрый Бог особым образом благословил вас. Хочу также напомнить, что повтор программы, этой программы, которая шла сегодня в прямом эфире, вы можете увидеть ее в 22 часа и завтра в 13 часов. Мы благодарны, что вы были вместе с нами. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова